Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины и описание к ним по книге Великий Музей Мира. Ян Ван Скорл. Святая Мария Магдалина. Около 1530 года. Дерево масла 66 на 76. Мастер из Утрехта Ян Ван Скорл был представителем такого течения в нидерландской живописи, как романизм, сочетавшего традиции североевропейского искусства и итальянского возрождения. Особенности этого направления хорошо видны на примере данной картины. Святая Мария Магдалина одета в роскошный наряд, напоминающий о ее прошлом блудницы и женщины, предпочитавшие земные радости. Художник облачил героиню современное ему платье с пышными, расшитыми жемчугом рукавами в батистовую рубашку. Ее волосы светло-золотистые по моде существовавших тогда в Нидерландах. А востоке, откуда была родом святая, свидетельствует надпись с еврейскими буквами, идущие вдоль выреза платья, и покрывала соответствующим орнаментом. В руках Магдалины изображен ее атрибут сосуд с миром, которым она умащивала ноги Христа в доме фарисея, и который после распятия несла к месту его погребения вместе с другими женами-гроносицами. Позади сидящей святой простирается светлый пейзаж, взывая в памяти благодаря голубым горам и пышной растительности виды юга. Романисты были привержены итальянскому духу в живописи. Кроме того, Мария Магдалина, обратившись к праведной жизни, свои последние 30 лет провела в строжащем Аскезе, поселившись в горном гроте в Южной Галле, на территории современного Прованса, Франции. Изображены слева у высокой горе, видны почти бесплотные фигуры. Это ангелы. Они, согласно сборнику «Золотая легенда» католического монаха Якова Ворогинского, каждую ночь возносили святую на небеса. В их окружении она молилась перед смертью, приподнявшись над землей. Этот момент и воплощен художником. По дороге к горе идет святой Максимин. Он вместе со своей соратницей после распятия Христа проповедовал в Галлии и теперь направился к Магдалине, чтобы побыть с ней в ее последние минуты. Напоминающие работы венецианских мастеров, того времени облик героини, изображение человека на лоне природы, передающие его душевное состояние, но существующие в качестве фона. Все это особенности романизма. Вот такое описание к работе святая Марии Магдалина Ян Ван Скорол около 1530 года. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok